Угу. В качестве возможностей для развития лидерского потенциала старшеклассников и формирования навыков 21 века. Сегодня с вами я, Елена Юрьевна Акимова, ведущий методист редакции «История общества знания и права» издательства «Просвещение». Итак, мы начинаем. На первой нашей встрече, где я в целом дала характеристику содержания методическому аппарату представленному пособию, вот вы видите его на слайде, я говорила о том, что данное пособие, оно предназначено для организации курса по выбору в 10-11 классах. И, собственно, данный курс по выбору, он рассчитан как на базовый уровень, но условно давайте назовем, поскольку речь идет про курс по выбору. Рассчитан на преподавание 35 часов за два года или 70 часов за два года. То есть предложено тематическое планирование в двух вариантах, и, следовательно, уже учитель, педагог будет сам определять, какой вариант наиболее удобен для этого курса в старшей школе. Но я сразу хочу сказать, что на прошлом вебинаре прозвучали такие вопросы о возможностях использования данного пособия не только в старшей школе, но и в основной. То есть насколько это пособие можно будет использовать, условно говоря, в основной школе для реализации каких-то междисциплинарных связей. И вот для более подробного ответа на этот вопрос я как раз-таки уделю сегодня время и расскажу о возможностях, давайте мы воспользуемся современным термином, кросс-функционального взаимодействия между образовательной деятельностью, воспитательной работой и работой педагога-психолога в основной школе. То есть какие-то детали мы сегодня рассмотрим, и я сделаю именно акцент на возможностях использования компонентов этого пособия именно в шестом-седьмом классе при проведении уроков по обществознанию. Мы рассмотрим такие варианты. Ну а сейчас давайте вернемся в целом к этому пособию, вернемся к курсу по выбору. То есть в основном это курс по выбору, который предназначен для старшей школы, и сегодня мы поговорим о содержании первого модуля «Лидер в современном мире». Вот оно перед вами. И в этом модуле у нас 8 занятий. В целом в пособии 4 модуля и 32 занятия. Вот сегодня мы уделим внимание первому модулю. И еще раз хочу напомнить, что комплект состоит из учебного пособия непосредственно и методических рекомендаций методического пособия к учебному пособию. Итак, «Лидер в современном мире». Модуль 1. И начинается данный модуль, безусловно, с теоретического материала, обучающийся знакомиться с определением, сутью и понятием лидерства и знакомиться со стилями лидера. Я говорила о том, что одна из отличительных черт этого пособия – его практикоориентированность. Но прежде чем перейти к практическим блокам, безусловно, следует ознакомиться с каким-то теоретическим материалом, чтобы ученики в 10 классах имели представление о сути работы, о каких-то теоретических моментах данного пособия. Ну и конкретно могли представлять себе, что есть лидер, что такое лидерство, каковы стили лидерства, какие существуют теории лидерства. И так далее. И вот этот материал, он содержится в первых двух занятиях. Вы видите перед собой первую страницу первого занятия – «Определение суть и теория лидерства». И давайте сразу обратим внимание на структуру этого занятия, которое прослеживается. Мы видим, что задание состоит из нескольких блоков. Вот перед нами мотивационно-целевой блок. И как раз-таки начинается с того, что обучающему предлагается понять, что он может узнать, что он может сформировать, чему может научиться на предстоящем занятии. Итак, целевой блок и мотивационный. Вот если мы посмотрим мотивационный, то мы видим здесь рубрику «Микрофон». И предлагается вопрос «Как ты думаешь, кто такой лидер?» В данном случае вопрос проблемный. Почему проблемный, скажу несколько позже. Но вот в данном случае этот вопрос, он предназначен для именно выражения своей точки зрения. То есть обучающимся предлагается высказать свою точку зрения по поводу того, кто такой лидер. Какие-то подсказки в виде тезисов автора, в виде рубрики «Уроки лидера» они есть. Они будут на следующей странице. И, собственно, вот давайте посмотрим, что представляют у себя эти подсказки. Если есть группа, то в ней всегда есть лидер. Подсказка номер один. Подсказка номер два – рубрика «Уроки лидера». Исключительная особенность лидера – это авторитет. При этом не каждый, у кого есть авторитет, способен быть лидером. И вот такие вот подсказочки, они помогут обучающимся сформировать определение понятия, что такое лидер. То есть обучающиеся высказывают свою точку зрения. Это точка зрения. Точка зрения нескольких обучающихся обобщается. И из этого обобщения выводится определение понятия лидер. Понятно, что определение понятия должны вывести сами ученики. И, собственно, это определение сопоставляется с тем определением, которое дано в данном пособии. Но в данном случае мы видим, что лидер от английского слова, ведущий первый, идущий впереди – это человек, способный выделиться из группы благодаря своему влиянию и готовности взять ответственность за принятие решений с целью объединения членов группы, достижения общих целей и движения к общему развитию. То есть вот он, мотивационный такой блок, мотивационно-целевой блок. Ну и в качестве дополнительной мотивации можно использовать тест из рубрики «Дополнительные материалы к занятию» в методическом пособии. Сразу предупреждаю, что достаточно объемный тест. Тест позволит определить, насколько развиты у человека лидерские способности. Ну и по результатам этого теста кто-то сделает вывод, что лидерские способности у него развиты достаточно, а кому-то еще предстоит поработать в этом направлении. Но в любом случае будет интересно, будет нескучно. Но опять-таки предупреждаю, что тест достаточно объемный, то есть минут 5-7, может быть, 10 следует уделить на то, чтобы пройти этот тест и почитать количество баллов и сделать соответствующие выводы. Ну и по результатам, собственно, этого теста, когда у нас определится группа обучающихся, у которых достаточно хорошо развиты лидерские способности, можно им предложить стать лидерами на данном занятии и проявить свои лидерские качества, например, при выполнении рубрики «Диалог лидера». Вот мы видим с вами рубрика, она предложена в своем пособии, и время на выполнение заданий данной рубрики отводится 3 минуты. Предлагается ответить на вопрос, какие сложности и вызовы вы видите в роли лидера, и какие возможности, соответственно. То есть вот здесь стоит подумать, и для того, чтобы задать направление для размышления, опять-таки давайте посмотрим следующую рубрику, которая идет у нас, рубрика «Микрофон. Бывает ли негативное отношение к лидерству и почему?» И вот здесь, когда мы возвращаемся на предыдущий этап, как ты думаешь, кто такой лидер? Вот здесь и заключается проблема, то есть лидеры бывают разные. Лидеры у нас бывают не только со знаком «плюс», лидеры у нас бывают и со знаком «минус». И вот эта проблема, вот эти вызовы и сложности, которые вкладываются в понимание понятия «лидер», и предстоит обсудить, и те дети, которые вызвались быть лидерами на данном занятии, могут, опять-таки, свою точку зрения выразить, как они понимают, вот что такое лидеры со знаком «минус», откуда бывает негативное отношение к лидерству, и, собственно, какие риски и какие возможности подразумевает вот сама эта идея лидера и вот возможность стать и быть лидером. Итак, вот мы рассмотрели первую часть нашего занятия, и во второй части как раз-таки предлагается ознакомиться с теориями лидерства. Знакомство с теорией лидерства начинается с рассуждения на вопрос «рождаются лидерами или становятся?» Здесь нет однозначного ответа, то есть лидером можно родиться, но можно ли стать лидером, если каких-то врожденных способностей нет, здесь достаточно все сложно. И ответ на этот вопрос обучающие могут получить, когда ознакомятся непосредственно с теориями лидерства, которые приводятся в данном пособии. Четыре теории вот на схеме представлены. Это личностная, где как раз-таки говорится о том, что лидеры определяются с рождениями, то есть лидерам нужно родиться, и у людей, которые склонны к лидерству, у которых есть лидерские задатки, они обладают определенной харизмой. Вот об этом говорят сторонники личностной теории. Сторонники поведенческой теории говорят о том, что лидерский потенциал можно развить, даже если у тебя он изначально не был ярко выражен, то образование, поведение, поведенческая модель, жизненный опыт, они позволят тебе проявить свой лидерский потенциал, научиться быть лидером, соответственно. И сторонники поведенческой теории, они делают акцент на том, что одних задатков лидерства мало. Необходимо обладать поведением, поведенческой моделью, которая идет в направлении к достижению цели. То есть лидер – это прежде всего человек, который четко видит цель, знает, как идти к этой цели, и умеет вдохновить остальных, последовать за ним на пути к достижению цели. Итак, это поведенческая модель. Ситуационная теория лидеров, лидерство говорит о том, что лидеры могут возникнуть спонтанно по ситуации. Бывают жизненные ситуации, в которых, например, человек, который никогда не претендовал на то, чтобы быть лидером, неожиданно проявляет свои лидерские качества, потому что знает, как решить эту ситуацию, быстро ориентируется в этой ситуации. При этом тот лидер, который уже был, он может уйти на второй план, потому что в данной ситуации у нас появляется новый лидер. Ну и последняя теория, эмоциональная теория, говорит нам о том, что, в общем-то, эмоциональный лидер – это человек, который умеет контролировать не только свои чувства и эмоции, но и влиять на чувства и эмоции других людей. Он создает благожелательную атмосферу вокруг себя, он создает мотивацию к деятельности по достижению цели и, соответственно, сам своим примером и вот тем полем, которое вокруг него, он вовлекает в это поле других людей, своих последователей, и таким образом все вместе они двигаются за своим лидером к достижению своей цели. Итак, вот основная суть четырех теорий лидерства, с которыми предстоит познакомиться обучающимся, и, в общем-то, завершить занятие можно дискуссией по проблеме, почему лидерство сегодня притягивает к себе так много внимания, и вокруг него возникают столько споров. Но в целом, когда мы говорим о лидерстве в современном мире, мы говорим о том, что это один из неотъемлемых компонентов того, что сейчас мы называем навыки 21 века. То есть без обладания лидерским потенциалом, без реализации своего лидерского потенциала сложно достичь успеха и стать успешным в современном мире, поэтому лидерство, оно актуально не только с точки зрения каких-то вот теоретических моментов, но и с точки зрения, опять-таки, своего самосовершенствования, поиска жизненного пути и утверждения себя на этом жизненном пути, достижения успеха в жизни. Вот с этой точки зрения очень близко для любого человека, в том числе и для старшеклассников, которые только вступают в этот мир. Эта тема и это понятие будут очень близки и связаны с, можно сказать, непосредственно повседневной жизнью и предстоящим выбором жизненного пути. То есть какой бы ни был выбор, этот выбор должен быть осознанным, этот выбор должен быть реализован таким образом, чтобы позволил человеку стать успешным. И вот здесь как раз-таки пригодятся задатки лидера и реализация лидерского потенциала. Ну, а что касается в целом рассуждений, почему лидерство вот как идея сегодня очень популярна, то давайте обратим внимание на тезис автора, который приведен внизу на слайде, где нет лидера, там нет движения. И если сопоставить, да, вот с предыдущим тезисом автора, везде, где есть группа, есть лидер, где есть движение, есть лидер. Так ли это, как это проявляется, можно ли это наблюдать со стороны, согласны ли с данным тезисом обучающие. Вот, пожалуйста, вопросы для обдумывания, для дискуссии и для высказывания точки зрения и аргументации точки зрения на данном занятии. Что касается практической деятельности, то после изучения теоретического материала мы переходим к практике. И первая практика – это задание для групповой работы в рубрике «Знатоки». Давайте посмотрим, что нам предлагается в данной рубрике. Время – 10 минут, презентация ответа – 3 минуты. И таким образом предлагается объединиться в группы по 5-6 человек и установить соответствие между деятелями, которые приведены, и краткими характеристиками каждого из этих деятелей. Определить нужно, к какой теории лидерства их можно отнести. Каждая группа по очереди презентует свой финальный ответ по всему классу. Опять-таки повторюсь, что вот когда мы объединяем все в группы, если мы провели тесты о лидерских способностях, то, возможно, вот какие-то обучающиеся уже вызвутся быть лидерами в данной группе. Итак, рубрика «Знатоки», задание, максимум для выполнения заданий – 10 минут. И мы рассматриваем таких личностей, как Михаил Васильевич Ломоносов, Мартин Лютер Кинг, Диана Принцесса Уэльска и Леонид Михайлович Рошаль. То есть вот сама подборка личностей, она позволяет сделать вывод о том, что лидер – это не обязательно какой-то правитель или политик. В разной сфере могут быть лидеры. И вот эта подборка, ну, как раз-таки, это очень хорошо демонстрирует. И в данном случае приводятся характеристики. Вот одна из них, например, российский педиатр, хирург, общественный деятель. Его участие в спасении детей в октябре 2002 года в ходе захвата террористами театрального центра на Дубровке в Москве во время спектакля «Норд-Ост» стало настоящим подвигом. Он спас жизнь десяткам заложников. Этот человек стал героем и лидером сложившейся критической ситуации, показав, что настоящий профессионал своего дела в первую очередь должен быть личностью. Ну, вот в самой характеристике уже содержатся подсказки для выполнения задания. И таким образом мы проводим соответствие между приведенными личностями и их характеристиками. И также, собственно, определяем, к какой теории лидерства можно отнести данную характеристику и данную личность. И дальше, дальше обращаю внимание на то, что вот это первые этапы выполнения задания, а следующий этап, он более интересный. Вот давайте посмотрим. Вопросы на осознание, обсуждение 3 минуты. Здесь предлагается оценить выполненное задание с точки зрения процесса его выполнения и с точки зрения работы в группе. Как вы оцениваете эффективность обсуждения в вашей группе? Оцените по шкале от 1 до 10. Что, на ваш взгляд, мешало эффективности обсуждения? Что нужно изменить, чтобы повысить эффективность обсуждения? Аргументируйте свои ответы. Итак, здесь предлагается провести анализ работы в группе и в том числе анализ лидера группы и его работы по данному заданию. И таким образом у нас вот такая двусторонняя рефлексия будет. И данный процесс, он позволит определить более эффективные методы работы в группе на следующем занятии. А я говорила на прошлом вебинаре о том, что рубрик, в которых будут содержаться задания для парной и групповой работы, в данном пособии достаточно. И поэтому класс следует сразу настраивать на то, что помимо индивидуальных заданий, будет много заданий для парной и групповой работы. Итак, вот одно из них, с которым мы познакомились. Ну и далее в качестве домашнего задания, в качестве практики лидера, можно выполнить те задания, которые даны в специальном блоке «Практика лидера». Здесь предлагается выполнить три задания по первому блоку, три задания по второму блоку. Кого из масштабных лидеров ты знаешь? Определи трех известных лидеров, живших в разных странах и эпохах, которые кажутся тебе наиболее интересными. Выбери четырех лидеров, которые не были упомянуты на сегодняшнем занятии. Изучи их краткую биографию, основные исторические события, связанные с ними. Чем они привлекли твое внимание? Ответы на вопросы запиши в своем блокноте лидера. Ну и задание блока 2. Распредели выбранных тобой лидеров по группам, относящихся к разным теориям лидерства, чтобы понять, как формировалось их лидерство. Определи, к какой теории лидерства каждый из них относится. Какая теория ближе тебе самому? Итак, мы с вами видим, что занятия практики лидера, они позволят как раз-таки использовать тот материал, теоретический материал, с которым опознакомились дети на занятии, непосредственно при выполнении заданий практического блока. То есть мы уже это используем, и используем не только в качестве рефлексии, используем уже для того, чтобы составить свою точку зрения по вопросу и уметь аргументировать свою точку зрения, используя те знания, которые мы получили на занятии. Ну и итоговая рубрика по данному занятию, рубрика «Теперь ты знаешь» обучающимся, предлагается такая развернутая характеристика или развернутое определение того, что есть лидерство. Итак, вот рубрика «Теперь ты знаешь» и определение понятия лидерства. Достаточно развернутое, и с разных сторон рассматривается данное понятие. А мы идем дальше и переходим к занятию номер два. Оно также теоретическое, и занятие называется «Стили лидерства». В данном случае, на данном занятии, обучающимся предлагаются познакомиться с разными стилями лидерства, как они возникают, как они и чем они определяются. И, в общем-то, как бы теоретическое наполнение данного занятия, оно является гармоничным продолжением вот того теоретического блока, который был на первом занятии. Обучающиеся знакомятся с авторитарным стилем лидерства, демократическим стилем лидерства, либеральным, отеческим и вдохновляющимся. Можно предложить устные формы работы, можно предложить письменные формы работы. Вот один из вариантов организации форм работы на втором занятии предлагается в методическом пособии. В данном случае мы говорим о такой учебной ситуации, как учебная ситуация на развитии навыков работы с информацией. Работа с текстом, преобразование и интерпретация содержащейся в нем информации. Предлагается заполнить таблицу. Вот здесь у нас обучающиеся должны изучить материал занятия номер два и систематизировать его, заполнив таблицу в блокноте лидера. Вот у нас стили лидерства, как проявляется стиль лидерства и примеры лидеров каждого стиля. Необходимо привести по два-три примера. При этом примеры лидеров каждого стиля обучающиеся приводят самостоятельно. Примеры могут быть из разных источников, из общественной жизни современного общества, из личного социального опыта, из истории, то есть так, как будет удобно самим обучающимся. И в качестве одного из образцов такой работы предлагается задание данного вида. Нужно провести соответствие между представленными примерами и стилями лидерства. Подставить нужную букву в соответствующий столбец. Мы видим нам, опять-таки, перечисляются стили авторитарный, демократический, либеральный, отеческий и вдохновляющий. Приводятся кадры из фильмов. Здесь можно использовать свои заготовки. Опять-таки, данное задание представлено только в качестве примера. Вот представленные кадры из фильмов, которые последние несколько лет были достаточно популярными. И сопоставить какие-то фрагменты, какие-то кадры из этих фильмов со стилями лидерства. Представлены несколько команд, вот мы видим. И необходимо соотнести, что из данного можно отнести к демократическому стилю при имеющемся описании. Что можно соотнести к либеральному стилю. То есть, вот у нас, например, либеральность и лидерство проявляются в том, что лидер дает полную свободу и автономию участникам группы. Они сами принимают решения и организуют процесс. Лидерство заключается в том, чтобы собрать команду и создать общее направление ее работы. Важный навык либерального лидера – умение нести ответственность за общий итог проведенной работы, при этом не имея возможности контролировать промежуточные результаты и сам процесс. Такой стиль построен на вынужденном доверии, поскольку лидер принимает лишь конечный результат. Этот стиль еще иногда называют попустительским, потому что у членов группы есть цель, а лидера по пути движения к ней фактически нет. Есть только заказчик конкретного результата. Либеральный стиль развивает самостоятельность, но имеет и определенные риски. Вот у нас есть описание и характеристика одного из стилей, и какой фрагмент, представленный в задании, более всего соответствует этому описанию. Пример правильного ответа приведен в задании, и вот опять-таки данное задание можно использовать как один из вариантов по организации занятия стиле лидерства. Итак, то есть первый вариант мы используем таблицу, работаем с текстом. Второй вариант мы выполняем задание на проведение соответствия. И, собственно, еще одно задание предлагается в самом пособии. Опять групповая работа, рубрика «Здесь и сейчас» тоже достаточно интересное задание. Время на выполнение 8 минут. Предлагается объединиться в группы по 5-6 человек. Ваша задача подготовить за 5 минут и прожить здесь и сейчас фрагмент жизни коллектива, где лидер является ярким представителем одного из перечисленных в тексте занятий стилей лидерства. Учитель или группа экспертов, которая определяется заранее, должна определить стиль, который вы будете демонстрировать. Придумайте сценарий, распределите роли. Важно, чтобы участвовали все члены вашей группы. Сценка должна быть разыграна в жанре фантомимы без слов. Подключите свое воображение и творческие способности. Получите удовольствие от своего актерского экспромта. Продолжительность показа 2-3 минуты. Итак, вот разные формы работы предлагаются при изучении материалов занятия номер 2. И те формы работы, которые предлагаются в рубриках параграфа, они имеют лимит по времени. И, собственно, данный лимит, он способствует самоорганизации работы команды. То есть мы отводим четко определенное количество времени. И таким образом, начиная с первого занятия, обучающиеся учатся дисциплины работы и дисциплине выполнения заданий. В том числе и заданий, которые предполагают групповую работу. Ну и в целом, по второму занятию необходимо обратить внимание на такую рубрику, как рубрика «Открытое обсуждение». Можно даже в качестве опережающего задания дать задание рубрики «Открытое обсуждение». Здесь предлагается объединиться в группы по 5-6 человек, обсудить вопросы, какие стили лидерства уже не популярны в наше время, какой стиль сегодня самый актуальный, каким будет стиль лидеров ближайшего будущего, как этот стиль можно назвать. Приведите примеры и обоснуйте ответ. И для чего сегодня так важно учиться лидерству. То есть актуализация понятия «лидер», «лидерство», оно прослеживается на протяжении нескольких занятий, и важно для закрепления материала и, возможно, для осознания собственной роли, которую человек определяет для себя в дальнейшей жизни. На что еще нужно обратить внимание? На, собственно, то, что предлагается записать в занятии номер 2, группа или команда, определение того, что есть группа, что есть команда. Почему это важно? Мы говорим, что начиная с занятия, с первого занятия, у нас встречается групповая форма работы. И вот чем группа отличается от команды? Здесь можно поразмышлять, здесь можно воспользоваться готовым материалом, который предлагается в авторском пособии. Но понимание отличий группы от команды, они будут нужны не только с точки зрения организации, данной формы работы, групповой работы, Ну и дальше, по ходу изучения материалов данного пособия, так как вот я привела пример, модуль 4 у нас будет посвящен командообразованию и командной работе. Он называется «Сила лидера в его команде». И, собственно, по мере изучения данного модуля обучающиеся будут учиться создавать команду, приумножать человеческий капитал, стремиться создавать взаимное уважение в коллективе и формировать культурный код лидера. То есть все вместе это будет связано так или иначе с командной работой и роли лидера в команде. И вот понимание, что такое команда, из каких элементов она состоит, необходимо, чтобы оно было уже на начальных этапах наших занятий по данному курсу. Занятие номер 3 предполагает даже целостность личности, как источник гармоничного развития энергии и уверенности. Здесь какие-то уже психологические компоненты подключаются в теоретическом материале и, собственно, создается понимание того, что целостность – это единство четырех сфер человека, тело, разума, сердце, духа, способности принимать себя и раскрывать всю полноту своего потенциала. Целостность делает человека по-настоящему сильным и уверенным. А лидер, в общем-то, он и является лидером по своей сути, поскольку способен быть сильным и уверенным человеком. Вот что необходимо для того, чтобы обрести эту уверенность, что необходимо для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию, и вообще, что такое эта внутренняя гармония, из чего она состоит, можно ли ее создать? Вот ответы на эти вопросы обучающийся получит по мере изучения материалов занятия номер три. Вот в целом материалы это занятие, если мы их структурируем и систематизируем, то вот они приведены в данной таблице, что такое целостный человек, из чего он состоит, из каких компонентов, как каждый компонент, который включен в характеристику целостного и гармоничного человека, как он взаимодействует с определенным видом интеллекта, какие виды интеллекта существуют, и откуда вот пошла эта характеристика каждого вида интеллекта. Опять-таки, ответы в материалах занятия номер три. Какие способности, стремления и цели предполагают каждый из видов интеллектов, на что нужно обратить внимание, соответственно, чтобы способствовать развитию того или иного компонента целостности человека или вида интеллекта, здесь опять-таки все подсказки представлены в таблице, и, пользуясь этой таблицей, обучающиеся получают фактически такую шпаргалочку по занятию номер три. В данном случае мы говорим о том, что предлагается не только использовать те материалы, которые даны в самом пособии, в самом занятии, но и устроить такой момент как бы самопознания. Вот приводится соответствующая рубрика, и эта рубрика предполагает задание, дай внутреннюю оценку уровню каждого из своих интеллектов. Составь процентное соотношение всех твоих интеллектов из ста процентов возможных и поразмышляй над своими показателями. Более того, вот если мы переходим к рубрике «Практика лидера», то данный блок, который посвящен самопознанию, наверное, каким-то психологическим сторонам, он расширяется, он конкретизируется, приводится в блоке один и в блоке два конкретные виды заданий, которые, опять-таки, возвращают нас к четырем видам интеллектов, которые есть у каждого человека, к степени их развития, что необходимо сделать для того, чтобы все они были развиты в достаточной степени, чтобы человек был гармоничен, и что бывает, если какой-то вид интеллекта преобладает над другим, что бывает при дисгармонии данных интеллектов, как этого избежать, опять-таки, советы и рекомендации можно будет найти в теоретическом блоке материалов третьего задания «Пособие. Я лидер нового поколения». В рубрике «Практика лидера» полезны мне будут ссылки, которые даны для того, чтобы в ходе выполнения заданий обучающиеся могли использовать интернет-ресурсы с точки зрения, например, прохождения психологических тестов. Здесь у нас предлагается определить, какое полушарие мозга ведущие. Опять-таки, здесь у нас тест на темперамент. То есть, опять-таки, в данном случае мы сталкиваемся вот с теми элементами кросс-функционального взаимодействия, образовательной деятельности, воспитательной работы и работы психолога, о которых я говорила в начале своего выступления. И вот данные элементы взаимодействия, безусловно, они будут возможны и могут быть возможны не только при работе в старшей школе, но и при организации, например, воспитательной работы в основной школе. То есть, вот этот момент тоже можно учесть. И если мы планируем, например, какую-то воспитательную работу в основной школе, то данными рубриками, данными советами, и данными ресурсами, можно воспользоваться, опять-таки, даже без специального курса по выбору. То есть, какие-то элементы, они будут полезны. Ну и таким образом мы плавно перетекаем в межпредметные связи и взаимодействия. Я анонсировала в начале своего выступления о том, что мы будем говорить по данному вопросу. И вот один из примеров представлен на слайде. Мы говорим о таких межпредметных связи, как связь вот курса по выбору «Я лидер нового поколения» и изучение такого учебного предмета, как общество знаний. Я напоминаю, что в шестом классе по обществознанию у нас предусмотрена тема «Человека в группе». Это параграф номер 7 учебника шестого класса. И в данном параграфе у нас есть раздел «Кто может быть лидером». Вот вы видите, этот раздел представлен на слайде. И в данном случае материалы этого раздела, они соотносятся с материалами занятия номер 6 первого модуля пособия «Я лидер нового поколения». И данное занятие, занятие номер 6, оно называется «Личные качества и характеристики лидера». То есть кто может быть лидером? Кто этот лидер? Каковы его личные качества и характеристики? И в данном случае при организации занятия по обществознанию, я подчеркиваю, мы говорим про учебный предмет обществознания, о изучении такой темы, как «Человек в группе» и раздела «Кто может быть лидером?» Вот при организации занятия вполне возможно использование каких-то рубрик и каких-то заданий из занятия номер 6 «Личные качества и характеристики лидера». Вот в данном случае предлагается организация исследовательской работы. Мы видим постановку проблемы. На занятии обучающимся предлагается провести собственное исследование, чтобы сформулировать ответ на вопросы. Какие личные качества делают лидеров способными вести за собой людей и какие лидерские качества необходимо разбивать в себе. Второй этап у нас предусматривает изучение теории. Дается ссылка на конкретный текст. Предлагается изучить материалы занятия 6 по схеме «Авторский текст. Советы лидера-наставника». Третий этап у нас – подбор методик исследования. Для данного исследования обучающимся могут быть рекомендованы такие методики, как анализ, дедуктика, обобщение. Допускаются иные методы исследования. И уже непосредственно ход работы. И эта работа предлагается в виде заполнения кластера. Пример этого кластера представлен на слайде. И таким образом, по мере заполнения этого кластера делается вывод по результатам проведенного исследования. Обучающимся предлагается дать развернутый ответ на вопрос, какие личные качества делают лидеров способными вести за собой людей. Итак, вот одно из заданий к данному уроку можно использовать. Можно использовать задания рубрики «Практика лидера». Тоже очень интересные задания. Например, блок 1. Выбери три наиболее важных, на твой взгляд, качества лидера. Чем они тебя привлекают? Кто в твоем окружении обладает такими качествами? Определи, какими качествами ты уже обладаешь, какие требуют развития. Какие три качества ты готов начать развивать в себе уже сегодня? Понаблюдай за теми, у кого они есть. И так далее. То есть вот эти задания блока «Практика лидера», они могут быть, например, заданиями, могут быть использованы в качестве домашних заданий после изучения вот данной темы, темы «Человек в группе». И данные задания можно использовать при организации занятия по обществознанию в шестом классе. Еще один элемент межпредметных связей и взаимодействий представлен в итоговых занятиях каждого модуля. Вот мы говорим о непосредственно внедрении заданий какого-то занятия в урок по обществознанию, а здесь предлагается такая форма работы, как занятие практиком индивидуальной обработки информации. Но в данном случае, я так понимаю, что материалы данного пособия, они будут полезны тем детям, которые выбрали обществознание в качестве предмета, который они будут задавать. Экзаменационного предмета, то есть те, которые выбрали обществознание ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию. И вот данным детям будет полезно как раз-таки воспользоваться теми советами и рекомендациями и той работой, которая предусмотрена в пособии «Я лидер нового поколения». Вот одно из итоговых занятий модуля. Оно предполагает два варианта организации этого занятия. Первый вариант – это встреча с лидером, и рекомендации по организации такого типа занятия не даны в самом пособии. И второй вариант, который тоже предлагается в этом пособии – это занятие практикум индивидуальной обработки информации. Предложен текст «Смысл лидера. Самостоятельное чтение». И цель данного занятия – развитие практических навыков на основе изучения теории принципов созидающего лидерства и эволюционной системы лидерства. Основные виды деятельности обучающихся – это самостоятельное чтение материала, занятие номер семь, систематизация, сопоставление, анализ, обобщение и интерпретация информации, содержащихся в готовых информационных объектах, выделение главной и избыточной информации, выполнение смыслового свертывания, выделенных фактов и мыслей, представление информации в виде плана и, собственно, выполнение заданий блока 2, проведение мини-исследования методом опроса или интервью. Итак, если мы организуем, например, данный вид работы, то навыки, которые обучающиеся получают при выполнении данной работы, они будут соответствовать тем умениям и навыкам, которые будут требоваться от выпускников для успешного преодоления экзамена по обществознанию, как в девятом, так и в одиннадцатом классе. То есть вот таким образом я хотела дать ответ на вопрос, возможно ли использование материалов учебного пособия в основной школе. Первый пример был как раз-таки примером, простите за тавтологию, первый пример он показывал, как возможно использовать материалы этого пособия в шестом классе, и второй пример он демонстрировал, как материалы этого пособия могут быть полезны обучающимся девятых классов, например, при подготовке к ОГЭ по обществознанию, какие навыки они помогут сформировать, и как эти навыки обучающиеся смогут использовать уже в ходе выполнения задания экзаменационной работы. Уважаемые коллеги, я благодарю всех за внимание, и если есть какие-то вопросы, то я готова на них ответить. Если у нас вопросы... Мне подсказывает, что вопросов нет. Таким образом, еще раз, коллеги, повторюсь, что учебное пособие, оно доступно для приобретения, в том числе в интернет-магазине издательства просвещения, вы можете его там найти, приобрести. Надеюсь, что пособие будет полезно вам в вашей работе. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Всего доброго.